Добрый-добрый день, дамы и господа! Мы с вами продолжаем наш сериал Автобусные туры от А до Я С вами Зоткин Денис И сегодня у нас серия на букву Д То есть поговорим мы о самом главном О детях в автобусном туре Стоит ли их брать с собой? С какого возраста это вообще? Возможно, будет ли им скучно или нет В таком путешествии Все обсудим за ближайшие 15 минут Итак, мы начинаем Итак, возраст Я прекрасно помню, как лет 5-7 назад У меня был турист, которому было 9 месяцев И я вам хочу сказать, что он был идеален Ну правда У него все хорошо и здорово Мама рядом Если мы идем на пешеходную экскурсию Он приспокойненько едет в коляске Когда нам нужно ехать на автобусе Коляску в багажник Он на свой последний ряд в автобусе Смотрит в окошко Хоп, поел, заснул Отлично Но все-таки, если серьезно С какого возраста можно ездить Все здорово зависит от вашего ребенка Мой поехал в 3 В первую действительно серьезную экскурсию Длинную на несколько дней Всегда можно подготовиться К серьезному маршруту Чуть съездив на однодневные экскурсии Поездки По вашему родному городу Для петербуржцев это вообще не составляет Никакой сложности и труда Потому что полным-полно интересных мест Вокруг Петербурга Куда можно за 2-3 дня Здорово съездить с ребенком Для него это будет Настоящее приключение Для вас это будет Недорого и несложно И даже если он будет Плохо себя вести И что-то ему не понравится То это всего лишь 2 дня Нормально Карелия Новгород Выборг Может быть Скандинавия Там Финляндия Скандинавия На 2-3 дня Добро пожаловать в Стокгольме Вот так Точно понравится Убеждаю вас абсолютно Потому что В той же Финляндии Наверняка останавливаться Вы будете в спа-отеле А там бассейн А там аквапарк Там эти чудесные горки В Скандинавии Полным-полно музеев Которые просто созданы Для того, чтобы увидеть их Когда ты маленький Один музей сказок Астрид Лингрен Юнибакен В Стокгольме Чего стоит И поэтому вот так Съездив на 2-3 дня Вы планируете себе Уже большой длинный Европейский автобусный тур И все Правда будет хорошо Но вот тут Важно правильно Посмотреть программу Друзья Обратите внимание Есть ли там ночные переезды С детьми Наверное Я бы их вам не посоветовал Лучше Выбирать тот тур Где есть 2-3-4 дня В одном городе Или На побережье Одного моря Или одного озера Вообще Туры с отдыхом на море Конечно Детям показаны Потому что Не обязательно ездить На все дополнительные экскурсии С вашего курортного города И смотреть весь регион вокруг Можно смело 2-3 дня Просто провести время На море Поесть фруктов Порадоваться Повеселиться Посмеяться И получить Максимум удалось Причем Когда мы говорим о том Что программу Важно посмотреть правильно Я думаю Что вам Особенно если путешествуете С детьми Важно понять километраж Сколько мы будем проезжать За день Не всегда дети понимают Что такое 800 километров Проехать Не всегда и взрослые Это понимают Поэтому лучше выбирать Те программы Где вот эти ежедневные Переезды Будут минимальны Если все-таки Вы решились И мы едем То Что взять с собой Ну во-первых Может быть Подумать о Самокате Беговеле Или даже Небольшом велосипеде Велосипед я правда Никогда со своим не брал Но Беговел Самокат Да Здорово Здорово Потому что Все длинные Какие-то поездки Все Длинные Пешеходные Экскурсии Для Неподготовленного Ребенка Могут показаться Просто скучноватыми А так У него всегда Есть свои колеса Есть куда Заехать Что еще Посмотреть Пешеходные зоны Во многих городах Абсолютно безопасны Для подобного перемещения И вам будет Правда попроще А уж В наших больших Багажниках В автобусе Всегда найдет место Для еще одного Самоката Обязательно Стоит что-нибудь Взять в автобус Чтобы не Кормить Вашего ребенка Завтраками О том Что вот давай Потерпим Доедем до Парижа Это будет всего-то Через три дня И там у тебя будет Диснейленд Мол пока потерпи Нужно проехать Сегодня там Столько-то километров Нет Пускай само время Когда вы Вместе с ребенком Едете в автобусе Вы используете Ну По максимуму Он не всегда Внимательно Будет слушать Экскурсовода Ему не всегда Будут понятны Те фильмы Которые иногда Мы ставим в салоне Не беда Возьмите свои Головоломки Пазлы Уроки До которых Все никак не доходили Руки В учебный год Если ваш ребенок Уже школьник Рисование Какое-нибудь Или раскраски В наших автобусах Полным-полно Таких откидывающихся Столиков Практически у каждого Есть Чтобы можно было Действительно Что-то пописать Порисовать Дороги в Европе Ровные Поэтому автобус Не трясет И не качает Очень здорово Шахматы Шашки Нарды Да Вот это вот Магнитное Переносное Все компактное Ну правда Иногда здорово Выручать Хорошим советом Как мне кажется Может послужить Идея Дать Вашему ребенку Задание С которым Он будет Справляться В каждом городе То есть Фотографировать Шпили Или дворцы Или соборы Или красные Спортивные машины Или уток Или белок То что ему Больше интересно Дайте ему Свой старый Сотовый Пускай Бегает и фотографирует И у него будет Своя коллекция Тех фотографий Которые он Сделал Очень важно Когда вы выбираете Тот список музеев Которые вы Планируете Посетить Не только Думать о себе Да Конечно Музеи Изобразительного Искусства Они хороши Для детей Даже когда Они еще Находятся В животике ума Но С другой стороны Может быть Интерактивных Современных Каких-нибудь Ярких музеев Где можно Что-то Поделать Можно что-то Взять в руки Добавить сюда На маршруте В Скандинавии Их полным-полно В Германии Они чудесные В Швейцарии Во Франции В Испании В парк развлечений Какой-нибудь Тот же Порт-Авентура Рядом с Барселоной Может По-настоящему Быть Очень такой Яркой эмоцией Которую Ребенок Будет ждать И Благодаря Которой Именно этот тур Ему заполнится Важный момент Причем Как мне кажется Более важный Для мам Чем для пап Уважаемые мамы Пожалуйста Не переживайте По поводу Внешнего вида Вашего чада Да бог ты с ним Что он только что Поставил Пятно от мороженого Себе на футболке Не нужно в ужасе Бежать к чемодану Чтобы на него Надеть новую Пускай ходит в этой Сегодня Еще и завтра Босоножки На босоногу Шорты Пускай заляпанные И вперед Это лето И Европа А в основном Все-таки Летом поедете Вы со своими Детьми отдыхать Поэтому тепло Не замерзнет А то что где-то Что-то чумазое Или с пятном На попе Так и бог ты с ним Не беда Европейцы Очень спокойно Относятся к нежному виду Своих детей Вы бы видели Детсадовцев Там французских Или шведских Которые идут на прогулку По нашим меркам Это ужас И кошмар Они не обращают Никакого внимания Поэтому пускай Путешествие Не станет для вашего Ребенка пыткой Что он должен Каждый день Надевать отглаженный Костюмчик И вообще вести себя По струночке Да нет конечно Еще интересный момент Еда У многих из нас Дети капризные И не хотят Есть то что есть Вот прямо сейчас На завтраке в отеле Или на заправке На которой мы остановились Во время переезда А они думают Что через час-другой У них будет возможность Съесть любимый супчик Макарошки Или еще что-нибудь А иногда их правда Не найти А картошки фри Совсем не хочется Кормить своего ребенка Поэтому друзья Очень важно Какой-нибудь полезный перекус Взять с собой Знаю многие Делают сушеные яблоки Но раз Чудесная вещь Морковка Очень хорошо Обыкновенная морковка Не нужно ее покупать Специально почищенную Или помытую Вы купили ее Обыкновенную грязненькую Сами помыли Почистили Вдоль нарезали Такой соломкой И в пакетик На пластмассовую молнию И с собой Отлично Перекус замечательный Зубы укрепляет Витаминов полно Нежирные руки После морковки Ну сплошные плюсы Очень компактная Классная еда Для Атур И бутылка воды У него всегда своя Пускай небольшая Но всегда своя Частенько бывает жарко Поэтому всегда Чтобы водичка была рядом Интересный момент Про деньги То есть наверняка Ваш ребенок Попробует А может быть Будет пытаться Делать это каждый день Уговорить вас Купить ему Магнитик Кинжал Пистолет Игрушку Домик Кораблик Машинку Сувенирчик Список можно продолжать До бесконечности Не покупайте Точнее так Не надо покупать А надо дать денег Дайте ему Его сумму И скажите Вот это у тебя Дорогой На все ближайшие Десять дней Как хочешь Иди скупи Все прямо сейчас И все потратить Больше у тебя Денег не будет Или Наоборот Доберемся до Парижа Барселоны Рима Лондона И там уже Посмотришь Какие-нибудь сувениры И можешь потратить Все свои Гигантские Пять евро Сколько бы я Здесь сейчас Не говорил о том Что такое Автобусные туры С детьми Мне кажется Что лучше Дать слово Самим Детям Ну и напоследок Расскажи пожалуйста Ты посоветуешь Например Таким же Мальчикам И девушкам Как ты Взять Да и отправиться Со своими родителями В автобусный тур Я хочу Вам посоветовать Автобусные туры Выбирайте Какой хотите Вам всегда Будет Хорошо И уютно О Так вот Вообще Да опять Отлично Ну что же Друзья Теперь выводы Делать вам В любом случае В автобусные туры Мы С Максимом Очень вас Приглашаем В автобусные туры